Они хотели бы кататься на скейтбордах спокойно и делать спортивную карьеру, но вместо этого им слишком часто приходится отвлекаться на материальные вопросы и попросту искать место для тренировок зимой. Ульяновские скейтбордисты объединились в федерацию всего год назад, несмотря на то, что большинство парней за плечами 10-летний опыт катания на доске. Однако этого мало, чтобы показывать высокие результаты в профессиональном спорте. Уровень у нас, конечно, не такой высокий, как хотелось бы. То есть мы ездим, в этом году ездили два раза, в прошлом году ездили на этап Кубка России. Мест не привезли оттуда, потому что, ну опять же, это все исходит из-за того, что ребята все-таки туда приезжают из других регионов, где инфраструктура развита полноценно. Есть необходимые места, где можно заниматься. Соответствующая инфраструктура, камень, преткновение в спорте высших достижений скейтбордистов. Сейчас ребята тренируются возле студгородка Улгу. Это площадка с асфальтным покрытием, которая уже сживает себя. Есть еще новый скейтпарк в Прибрежке с бетонным покрытием, но деревянными фигурами, что тоже не совсем подходит для профи. Скейтбордисты катаются на открытых площадках, пока позволяет погода. У экстремалов с досками заканчивается сезон. Им снова придется возвращаться в подземные переходы, где они вынуждены тренироваться во время холодов. У нас в этом году, сейчас уже конец года, там строительство немного затянулось. В общем, должны построить два маленьких скейтпарка, еще один в Засвияжском районе и один на Кензяковке. В Кензяковке будут строить не скейтпарк. Там будет памп-трек. Памп-трек для того, чтобы кататься на нем на велосипедах, даже не на BMX. То есть это не совсем экстремальное направление объект. Все это опять площадки на открытом воздухе с новой историей не про олимпийскую подготовку. Решить проблему и вывести спорт на высокий уровень, по мнению скейтбордистов, поможет крытый бетонный скейтпарк. Такие строят по всей стране. Самый крупный в России у наших соседей в Казани. Ульяновские скейтеры готовы обустроить все за свой счет. Дело в помещении. Обращались в прошлом году. В прошлом году ничего не получилось. Писали письма на выделение помещения из города. Там не нашлось. В Минспорте тоже не получилось. Там ответа не поступило. Помещение не было найдено. В этом году тоже будем обращаться. Очень сильно рассчитываю на поддержку. А недавно скейтеры оставили комментарии на странице в соцсети главы региона Алексея Русских с просьбой обратить на них внимание. Губернатор пока не ответил. Зато на комментарии отреагировали из городского управления физической культуры и спорта. Парням и девчонкам с доской посоветовали заниматься зимой общей физической подготовкой. В ФП мы занимаемся. Просто комментарии максимально неуместны. Мы, наверное, и сами знаем, чем нам заниматься в свободное время. Мы теряем навык. Кстати говоря, из-за этого очень многие люди выгорают. Управление физической культуры и спорта не считают ответ странным. Со слов руководства подразделения, с федерацией скейтбординга на «ты» они уже давно. Однако с вопросом о закрытом скейтпарке никто не обращался. Речь всегда шла об открытой площадке. По поводу закрытого тоже есть реальность такого, что может быть, да, это будет и лучше. Но с этим предложением пока до настоящего времени к нам, как в управление спорта, ребята эти не обращались. Потому что помещение, в принципе, подыскать можно, но нужно опять понимать, что какое им нужно помещение. Мы готовы для диалога. В принципе, если ребята готовы и у них есть какие-то предложения, то мы всегда рады их видеть и пообщаться на эту тему. Крытый скейтпарк даст и новый виток в школе скейтбординга, где совсем юные ребята смогут круглогодично стоять на доске. А не так, как сейчас, познавать азы мастерства сезонно. Мы можем это, в принципе, сравнить с любой другой школой, как, не знаю, школой бокса, там, не знаю, и любого другого искусства, в принципе. В принципе, точно так же это и строится. Есть много желающих, которые хотели бы попробовать себя на доске. И этим мы занимаемся тем, что можем их поставить, научить их базовым трюкам, можем профессионально этим заниматься, потому что сами занимаемся уже больше половины жизни. А голубая мечта местных скейтеров – открытая бетонная площадка у пляжа, как в Калифорнии. Как говорится, мечтать не вредно. Крытый бетонный скейтпарк – это тоже пока грезы. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.